Окей, хею, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти тюр под названием Эволэн 2. Мы живы или как-то так называть этот город, а мы сейчас отправимся в два места. Первое это к девчатам, которые украли ключ, у которых есть ключ, который нам нужен от библиотеки, у которых есть карта, так я понимаю, и, кажется, я заблудился. Мда. Это чертова таверна. Город небольшой, но заблудиться можно, как вы видите. Так, это город Шляпника. Таверна была где-то здесь. Вот она. Так, сандуки то, что мне необходимо. Мы со всеми беседовали, поэтому мы просто идем по сюжету. Осторожно, девочки. На нас пялиться жуткий парень. Что? Кто ты? Что ты делаешь в нашем штабе? Я просто прохожу мимо. Я еще ключ. Я хочу помочь вам. Операция Декстерминатор. Да, неплохо. Но я думаю, что мы придумаем что-нибудь получше. Что? Нет, там ничего. Он пуст. Окей, сделаем по-другому. Я хочу вам помочь. Да неужели? Ты слышишь это, Мими? Он хочет помочь нам. Но с чем именно помочь? Верно подмечено. С чем помочь? Я только что собиралась это спросить. Ну? Так с чем именно ты хочешь нам помочь? Украсть книги. Достать игрушки. Украсть книги? Украсть книги? Серьезно? Ты с ума сошел? Ты работаешь на секретную службу пророка или... Что? Ты действительно думаешь, что мы признаемся в чем-то подобном? Забудь. Ты слишком зелен, чтобы пытаться нас... Ах ты, зараза. Ай, блин, все, я понял. Ну, значит, игрушки. Ммм, игрушки. Для чего? Нам не нужны вонючие игрушки. Мы не маленькие девочки, играющие в куколки. Мы занимаемся гораздо больше интересными вещами. Верно, девочки? Да, Саку. Разумеется. Ну, видишь. А ставь себе игрушки. К тому же, они здесь... Незаконы. Ладно. Так, я еще ключ. Ключ? Какой ключ? Ты меня дедкой, что ли, считаешь? Значит, я правильно говорил. Сейчас нужно за ключик поговорить с ним. Знаешь что? Мне нравится откровение людей, которые знают, что хотят. Ну, допустим, ты найдешь это свой ключ. Типа в сейфе или в сундуке, или еще где. И возьмешь его с помощью... Так, с помощью его попадешь в библиотеку. И в библиотеке ты найдешь, как пример, ну, не знаю, книгу. А в этом чисто гипотетическом сценарии ты принесешь ее нам. Да. Ты обещаешь? Да. Зуб даешь? Да. Типа, жизнью клянешься? Нет. Да ладно, забудь. А, я понял тебя. Хорошо. Ну, думаю, мы вполне поладим. Сдержи обещание, и тебе не очень не беспокоится. Так, ключ от библиотеки он открывает врата и к знаниям. И к новым проблемам. Возможно, тоже. Так, и получается, мы можем теперь пойти в библиотеку. Но-но-но, мы пойдем к торговцу. Вот я только сейчас думаю, может мне... Лучше сначала купить все, что я могу купить. Это я дом тоже могу купить, не забывайте. Ладно, погнали к торговцу. О, растение из Марио. На здоровке. У нас же боссы были такие в первой части. Хозяйка настолько... Так, настолько требовательна, что я боюсь еще... Так, ее большее великое разрушителя. Я даже не уверен, что он вообще существует. Хозяйка, в отличие от него, уже точно реальна. Я богохульсового волосома тоже не желаю. Пожалуйста, не вы... Давайте мне послушником, умоляю. Ради всего святого, Марион. Я уже тысячу раз говорил о тебе. Не мять белье. Бедное создание. В тебе совсем нет чувства совершенства. Великий разрушитель требует совершенства. И я служу пророку, который представит великий разрушителем. А это у нас картина, да? Только я вот не могу вспомнить. А, это же картина про этот. Крик или как-то так. Где... Непонятная херня изображена. Держащая себя за лицо и такая... О-о-о-о, с открытым ртом. А, прикольно. Вот мне нравятся игры с отсылками. О. Мистер Фогельфель. Добрый день, житель. Чем могу помочь? Кто вам? Ничего не надо. Ой, я всего лишь скромный торговец из древнего рода торговца. Мой дед был профессиональным торговцем еще во время империи. Он был настоящим героем и помог тем, что нуждался в выходе из Дженовы во время войны. Он помог многим, а также зарабатывал кучу денег тяжелым трудом. Так родилась династия Фогвелл. Довольно красивая история, верно? Чем могу помочь? Великая катастрофа так произошла 60 лет назад. Во время празднования 50-й годовщины победы империи над демонами. Никто точно не знает, что произошло, разве что огромный взрыв уничтожил южную часть континента. Дженова тоже немного задела, а последствия за взрывом суматоха привела к краху империи. К счастью, торговцы смогли восстановить порядок. Чем могу помочь? Давайте торговцам. После великой катастрофы мой отец и его друзья-купцы пришли на спасение империи. Они основали совет, который должен был принять меры для выживания Дженова. Кто-то должен был быстро действовать из-за всего этого хаоса. Было создано ополчение для замены армии. Старая империя системы налога была упразднена, чтобы дать им место более частной системе. Они вернули людям свободу. С тех пор все имеют право торговать истинно собогаче. А обычно сыновья торговцы сами становятся торговцами, но у всех есть шанс. Так, смог. Во время великой катастрофы произошел взрыв, после которого осталась здесь еще дыра. Заполненная странным веществом. Так как никто точно не знает, что это такое, люди называют его смог. Наши ученые быстро поняли, что смог можно использовать в качестве источника энергии. Торговцы объявили монополию. Монополию на покупку и продажу смога. И построили смогопровод для доставки его в Дженову. С тех пор все работает на смоге. И при каждом его применении в карманы совета плются реки денег. Ну разве не научный прорыв? Место. Чем могу помочь? Так, мне нужна лодка. Так, ты хочешь попасть на протокольный остров? Это странное место. На твоем месте я бы там не появлялся. Но эй, это тебе решать. Экстренное письмо, подписанное мной. Это все, что нужно для отплы. Естественно, за него придется заплатить. Если у тебя что-нибудь интересное для обмена. Значок верности. О, надо же, это один из значков моего дедушки. Я думал, что они все были утеряны в великой катастрофе. Они ценны для меня только как память. Прошу, отдайте его мне в обмен на разрешение проезда. Нет. У тебя жестокое сердце. Ты в курсе? Ладно, ладно, отдам, стой. Так. У меня есть счастлив амулет, в принципе. Ладно, значок. Спасибо. Как я и обещал, держи. Разрешение на проезд. Так, а теперь смотрите, что... Великая катастрофа. Моя деревня поглощена смогом. И посмотрите, что стало с женой шимки. Это правда наше будущее? Он не упоминал демонов. Наверное, они где-то скрываются. Я не могу поверить, что они все испарились, как воду коконули. Это не пред... Не первостепенная проблема. Мои деревни, мои родители, все пропали. Мы должны предвратить эту великую катастрофу. Я понимаю вашу... Кручину, мисс Финна. Но если вообще возможно, изменить ход событий. Мы должны сначала со спасением моего народа. Это нельзя изменять, Мэрос. Поражение демонов в честь нашей истории. Я узнал это об школе и... Это в прошлом. Но прошедшее здесь, это еще не произошло. Возможно, в вашем прошлом, мисс Финна. Но для меня наше настоящее, это все мое будущее. Мне не касается то, что может произойти с империей. Я хочу, чтобы мой народ жил, чтобы его не истребили наш враг. Но если империя не победит демонов, это может изменить все. В смысле, может, я вообще не буду существовать? Это слишком рискованно. А как же люди, которые живут здесь и сейчас? Может, они тоже исчезнут, если вы измените прошлое? Это вас совсем не беспокоит. Но кто вообще знает, что может или нельзя? Что можно или нельзя изменить? Может, даже быть так, что все это уже существует. Возможно, мы уже приходили сюда, делали все это. Так что не важно. Что мы сделаем, ничего нельзя изменить. Ты знаешь, что, Менос? Я ничего. Точно не знаю. Но я хотя бы попытаюсь, если все, что в моих силах. А ты что скажешь, имя, как думаешь, мы можем изменить время? Да. Видишь, Менос. А Шимхи оптимист, как и я. А если можем, как думаешь, что нам стоит изменить? И то, и другое. Спасибо, Декст-Криминатор. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Уверен, Шимхи? Это довольно рискованно может изменить мировой баланс. Но нам по-прежнему понадобится вернуть время вспять. Я не знаю, возможно ли, или вообще, разумеется, надеяться на это. Прежде всего, мы должны найти Маджелит. Уже в этом полностью с тобой согласна, Менос. Пойдем в библиотеку и накопаем немного информации. У меня хорошее предчувствие, что мы узнаем, где Маджелит. Ты слышал, что... Пошли. Блин, мне кажется, Маджелит как раз последний, который есть. Это он находится вот там, в местечке. Но перед этим мы сходим в холм. Перед этим мы... Сейчас пойдем в магазин, закупимся. Объясню, объясню. Сейчас мы закупимся, чтобы не потерять зря денежку. Купим дом. Я могу за полцены купить. Оп. Это сейчас такой хороший момент. Могловый пояс вы не можете подзем... Так, хорошо. Понятно, что он предложит тысячу, но я скажу, нет, он предложит мне за 500. Так ведь? Или он мне предложит за 800, но я скажу, смотри, у меня только 800. Он такой, ох, нет. Ну ладно, посмотрим, как вообще получится. Или не получится. Если не получится, придется искать место, где мне можно будет купить. Так, кстати, я что-то слишком далеко, да? Забежал. Почему такие фрезы происходят? А, там написано 5000? Ну да. Похоже, у тебя не хватает денег, так что возвращусь, когда накупишь достаточно. Там было в начале 10 тысяч? Сбать. Ну тогда я понимаю, нет, все равно есть какие-то просадки. Хотя не должно быть. А что мне открыто? У меня... Быстродействие... Ну, ЦС-ка 3-4%. Ну, блин, хер его знает, слышите. Ладно, полетели. А куда я иду? Библиотека, библиотека. Так, нам нужно посетить сейчас библиотеку. После библиотеки мы идем на холмы. Ключ от библиотеки. Добро пожаловать в библиотеку Дженова. Похоже, вы новые студенты? Я декан библиотеки Дженова. Мы исследователи, которые посвятили своей жизни изучению крайне важным вопросам. Например, вы так выяснили, почему чешется комаринный укус. Но мы не ищем от него лекарств. А от того, что мы знаем, почему чешется. Намного интереснее. Кстати, в свободное время я могу обсудить другие мои исследования. Я эксперт и изучение древней цивилизации Маджи. Особенно легенд, которые ходят об использовании или странной силы в ранней средовековье. Если хотите, я переведу лекцию на эту тему. Но перед этим вы должны завершить обучение. Какое? Просто... Так, просто, знаете, профессор, мы немного спешим и... Тихо! Вы студенты, поэтому в библиотеке вы обязаны слушать, преподаватели. И если вы пришли сюда лишь для галочки... Тогда уходите. Пожалуйста, простите его, мистер Эдекан. Мы были бы очень рады послушать ваши лекции. Особенно те, в которых говорится о маджолитах. Верно, Менос? Да. Что ж, раз уж вы решили, тогда давайте начнем. Вы должны получить зачеты по шести ключевым дисциплинам. Для этого вы должны поговорить с моими коллегами-исследователями в библиотеке. Каждый даст вам задание, решить которое позволит получить за счет по этому предмету. Можете сами справиться в свое обучение. Вы не обязаны сдавать больше шести, но если получите все восемь зачетов, получите от меня маленький бонус. Вы все поняли? Да. Превосходно. Тогда удачи в учебе и возвращайтесь, когда все сделаете. Но не раньше. Я просто ненавижу, когда меня отвлекают. Хе-хе. Он напоминает мне моего старого предподавателя. Я всегда любил учиться, ведь это весело. Так, значит, похоже, он много знает о Маджи. И ему определенно есть что рассказать нам о Маджолитах. Ну, тогда мы отправляемся к восьми. Так, походу, ты первый, приятель. В библиотеке столько книг, их все нужно тщательно сортировать. Я отвечаю за архивы, но так как такая коллекция не может быть идеально отсортированной, я ношу прозвище Анархивиста. И это мелкая штука из эры Империи. В любом случае, у меня связана с уборкой головоломка, которая поставила тебя в тупик. Я не стал уже трое суток. Будешь попробовать ее решить? Да. Хорошо, начнем. Номер восемь. Навязчивость. Одна из них в библиотеке находится не на месте. Вы можете сказать, какая именно? А, типа, а ты... Ну, вот это? Я же подумал, надо этой ночью возвращать, если тебе осенит. Подожди, мне нужно, типа, книжные полки рассматривать. Так, хорошо, их тут четверо, запомнили. Тут их четверо. Здесь стоит один. Так, четверо, пять, шесть... ...семь... ...восемь. Так, либо я тупой. Ну, походу, я тупой. Я думаю, может, где-то на полках подсказка, но, увы, нет. Давай. А, это восьмая. Навязчивость. Одна из книг в библиотеке находится не на месте. Вы можете сказать, какая именно? Блядь, откуда я могу знать? Может, мне нужно искать прототипы перевернутых, да? Угу. Смотрите, допустим, это... ...есть, да? Может, по полосочкам? Так, есть эта книга. У нее прототип вот эта книга. Есть такая книга. Ее прототип... ...я не знаю. Ладно, давайте сделаем таким образом. Я сейчас... ...я подумаю. Сбегаю... ...к первому, так, да. Тогда к первому бежим. Если это восьмой, значит, здесь должен быть первый-второй. Федично, да? О, привет, приятель. Инженер, ты случайно не замечаешь, инженер, который прислали мне на помощь? Да. А ты не... ...а ты не спешил, да? Вот в чем дело. Мы должны заменить старый водопровод города. Я как безумно пытаюсь найти лучший вариант в соединении всех узлов, но это... ...нереально сложно. Вот посмотри на эту картину и... ...так, приступай к работе. Трубопровод. Вы должны соединить точку А и Б сеть трубы. Узловые элементы нельзя сдвинуть, но их нужно включить в общую сеть. Двигайтесь трубы... Так. Здесь проходя через все области карты. Ммм, а в этом плане... Так, ну что мы можем вообще сделать? Мне нужна труба, которая будет смотреть в ту сторону, то есть вправо. Да, это, мне кажется, на все время займет мне. Это займет у меня много времени. А, это те, которые стоят неподвижно. Хорошо, я понял. Я понял. Тут есть подсказки, тут есть подсказки. Это сами эти трубы. Так, мне нужна... Не, мне нужна все-таки труба вниз. Вот это мне нужно. Теперь отсюда мне нужно как-то сделать так, чтобы вот это было закрыто. То есть... Здесь у нас будет такая труба, получается. Так. Так. Ага. И что я получаю с этого? А я не получаю нифига. Готово. Да, это будет займет. Я думал... А, идеально. Я боялся, что это займет весь день. Спасибо, приятель. Осталось лишь... Дать планы помощни... Помощнику, когда он вернется. Надеюсь, это будет скоро. Ты определенно заслужил зачет по строительному делу. Thanks. Извини, нет времени готовиться. У меня немного дел. Хотя, если ты готов... Оказать мне помощь. Да. Итак, вот в чем идет речь. Каждые 500 лет две комнаты встречаются друг с другом. Если судить по научным книгам, то следующая встреча будет сегодня ночью. Я бы хотела это пропустить... Так, это... Не хотела бы это пропустить. Но, к сожалению, я не знаю, в каком месте она будет виду. Так. Вот, взглянили на эту карту. Звездные столкновения. Когда прибывают две комнаты, они пересекают карту только по диагонали. Не пересекать ни одну из этих звезд. Не... Так. Ни не пересекут ни одну из этих звезд. Ни до и ни после встречи. В каком квадрате они встретятся? Смотрите, здесь получается три двега. Ну, смотря куда это все двигается. Либо навстречу друг другу в какую сторону? Нет, я не думаю, что это правильный ответ. Даже давай еще раз. Либо наружку нет, то следующая встреча будет сегодня ночью. Я бы хотел этого попросту сделать, но, к сожалению, я не знаю, в каком месте она будет вид... Так, виды. Вот, взглянили на эту карту. Звездные столкновения. Когда прибывают две комнаты, они пересекаются. Карту только по диагонали. Ага. Они не пересекут ни одну из этих звезд. Не пересекут. Ни до, ни после встречи. В каком квадрате они встретятся? Диагональ. Это что, так, да? Так, ну, давайте смотреть. Так, если они встретят... Ну, вот это, но, по идее, ну, там и звезду они вырезаются, то. Блин, это сложно, потому что здесь нужно думать, а у меня паузы нет, понимаете? Не пересекать ни одну из этих звезд. Не до, и не после встречи. В каком квадрате не встретится. Так, так. Так, здесь хорошо и... А, ну, здесь хорошо, всё. Ну, конечно, как я сама этого не заметила. Спасибо за помощь. Ты получаешь за счёт по астрономии. Я астронавт, ребят. А вы что думали? Приветствую, молодой человек. Исследователь приключений к... А. Прикреплённый к ополчению. К твоему услугам. Кстати, об услугах. Не хочешь мне её указать? Давай. Идеально. Совет торговцев получил мне внедрить новую патрульную систему для ополчения. Я постарался выполнить все их инструкции, но убеждён, что где-то есть недостаток. Даже... так, подожди, дай я покажу. Так, патруль. Покидая комнату Стражи Икса, каждый патруль должен пройти к одной из семи стражевых башен. Патруль может пройти по любому пути, но должен остановиться у шестой башни. А где шестая башня? Если она так попадётся, к тому же они не могут использовать один путь дважды. Преследование этой процедуры в один из башен никогда не будет гор... Горнизон в какой? Преследование этой... У меня, в принципе, только... Я не пойму, подожди. Преследование этой процедуры в одной из башен никогда не будет горизона. Карнизона в какой? А. Б. С. Подожди, их тут сколько? Семь, да? Ну, смотрите, есть ли он... А у меня мышка же нет, точно. Вот они выходят из замка. С и Б, пока что. Так, Ф, Е, Д, С. А причем, если они через Ф поедут, потом... Ф, смотрите, Ф, Е, Д, С, Б, А. И в Г они могут зайти. Ну, губы. Почему? Типа, может, ты не очень в себе уверен. Думаю, это надо поверить дважды. Смотрите, здесь в чем заключается. Он говорит, что... Покинай комнату стражи, и когда вот каждый патруль должен пройти к одной из... А, каждый патруль. То есть один человек должен подойти к одной башне. А, не, ну, патруль. К одной из семи стражевых башен. Патруль может пройти по любому пути, но должен остаться у шестой башни. Хорошо. К тому же он не может использовать один и тот же башню. Хорошо, если... Подождите. Хорошо, мы идем через F-ную сторону, да, то есть F. Мы заняли. То есть от тени, где... Тучка до F, дорога закрыта. Но они все равно пройдут, алло. Ну, типа, если я до A дойду, они закроют сразу кубики этих. Или, имеется в виду, нельзя именно башню переходить. Тогда F... G... G... Нет, F... E... D... G... C... Они все могут проверить. Если идти по тому, какому пути я сейчас говорю, и думаю, они могут открыть и сделать. Ладно. Будем тогда ходать. G было, A есть. Давай. Ну, типа, камон. Я только что подумал. Насчет книг у тех, то, скорее всего, с книгами там этот... Более легче. Там нужно букву подставлять под цвет. Либо нет. F тоже не подходит. Бля... Свечис, это плохо. E там. В, E. Серьезно, E? Ах, ну, да, конечно. Теперь я... Так, я у тебя в долгу. Так что, если будет проблема, приходи ко мне. Ну, а я отправлю должность совету. Ты полностью заслуживаешь зачет за определенное ополчение. Окей. Ты новый ученик? Я откопал странную реликвию с механическим, но я не могу с ней разобраться. У тебя есть минуточка? Да. Очень... Так, мило, с твоей стороны. Вот, эта странная реликвия была найдена в древних херориальских руинах. На ней нет замка, но за исключение этой странной кнопки. Панели с символами. Ты бы сказал мне огромную услугу, если бы открыл её. Так, таинственная реликвия. Этот сундук открывается, если всего 16 кнопок. Так, нажать в правильном порядке. За ту кнопку надо нажать последнюю. За какую кнопку надо нажать первой, чтобы открыть механизм. А, ну это легко. Это типа, знаете... Типа, два... Это как, знаете, последовательность в ходьбе. Только это в обратную сторону. Два... Два... Три... Один... Два... Два... Один... Один... А, нет, 16 кнопок должны быть нажаты, так ведь? Подожди, есть ли с одного? Один... Два... Один... Три... Ну да, один. В смысле, не врубаюсь. Ну что же, похоже, что я никогда не узнаю его содержание. В смысле? Вот эта странная реликвия была найдена в древних херках. Таинственная реликвия. Этот сундук открывается, если все 16 кнопок нажать в правильном порядке. Вот эту кнопку надо нажать последнюю. Все должны быть нажаты. А-а-а-а! Стой, единица, тут же вот тройка, я что, затупил? Раз, два, три. А как вот эту нажиму? А-а-а-а... Три... Один... Два... Два... Один... Три... Я что-то не увидел. Нет. Эм... В смысле, блядь? Я еще какой-то упустил. Три... Два... Два... Ну да, упустил. Ох, спасибо тебе. Это ведь было не так сложно. Я даю тебе зачет по археологии. Так, у меня остаются еще эти, да? Ну, мы начнем с себя, приятель. Ты студент? Ну, вот увидишь. Оптика простая, как дважды два. Я поставлю тебе зачет, если ты сможешь решить очень простую задачу. Насколько простой, что с ней справится и трехлетний. Вот увидишь, это проще простого. Оптические настройки. Лучше покидать источник А. И должен пойти до главного проводника Б. Двигайте зеркала, чтобы направить луч в точку Б. Заодно активировать все шесть кристаллов. Ни хрена себе. А теперь вопрос, как это делается? А, то есть луч полностью, я понял. Да, если так, то это уже нелегко. Так, подожди, давай думать. Лучше по-любому должен попадать внутрь, так ведь? Но никто не говорил, что луч не может так попасть. Так ведь? Может луч так попасть? Да, может, все, хорошо. Значит. Так. Ах, черт. Сюда не попадает. Ммм. И что делать? Как поступить? Как мне это сделать? Это сложно. Это довольно сложно. Так. Так, зато это, да, не светится? Хорошо, я тебя понял. Это мы попробовали отсюда куда? Это он сюда, отсюда отражает. Если мы сделаем это через месяц. К примеру. К примеру, у нас такое, да, получается только. Так, давайте дальше разбираться. Сюда. Где-то пускай сюда. Сюда. Куда? Сюда. Куда? Ага. Не получается. Значит, мне нужно... Как-то радиус менять. Давайте через верх попробуем. А, ну так я, получается, свечу все, но я не попадаю в точку. А, ну у меня одна остается еще. Черт. Тогда нет. Здесь будет не такая. Хотя может быть такая. А нихера не такая. А, давайте через верх пробовать. Ау. Сейчас. Ага. Ага. Ага, 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 ага. Получается тоже. Представим, что мы делаем вверх. А, а лучше я тут другой, да, только смог поставить. Нет, наверх я уже не сделал никак. Пф, пиздец. Ммм. А что если я сразу начинаю отсюда? Ммм. Ммм. ладно поменяем стекло на вот это а это ж 1 тоже давай через низ походь через низ это вообще херовая идея да вот именно из-за этого что сюда лучше не попадет как два пальца обосрать и один у меня лишним выходит значит это уже неправильно сюда тоже не поставишь на блин только в середину но как здесь тогда этот контролировать тогда это не засветится навете он просто отражает ну тогда все типа засвечена снова же все равно все равно да и в обратную сторону это тоже как бы хотя тогда у нас вообще 2 свободных остается до 45 минут уже но нам да что-то ли так какой-то подарочек если мы все так нельзя потому что лучше не достанем отсюда середины вероятно снова же видите мне нужно как-то и сюда его передвинуть свет через верх то же самое получается вообще не врубаюсь ну к примеру к примеру к примеру к примеру я уже просто кликаю чтобы как-то мне нужно чтоб конечно не такой был луч просто так его не сделать и главное это сложно это здесь как сложно и это тогда не засвечиваете можно еще так сделать вид скай допустим мне нужно чтобы вот этот луч пол доктор мне надо он не падать туда куда мне надо но снова же видите здесь такое себе это все такое себе а тело лучше сюда не упадет только если так но отсюда и туда больше никак не сделаю лучше попробовать как-то такое нестандартное что не было то что тогда нижний не достает поэтому просто видим одно и то же блин на 50 минут рендер и будет ее на на сколько ландовать ее короче думаю на этом закончим на этом закончим следующей серии продолжим потом всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал кто это ты не можешь ответить на этот вопрос первого курса похоже оптика не подходящий для тебя предмет и всем пока